К эфиру телеканала Freedom присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт. Владислав, приветствуем вас. Добрый день и слава Украине. Героям слава. Давайте начнем, детальнее остановимся на заявлении главкома Сырского, что операция в Курской области лишила Россию возможности маневра на Покровском направлении. Ведь в начале операции, по данным экспертов разведок, утверждалось, что откуда угодно Россия перетягивает подразделения на Курское направление и с севера Харьковской области, и с юга Запорожской области, частично с востока, но не боевые подразделения с передовой на Покровском направлении, о чем тогда говорит главком Сырский. С одной стороны, я понимаю ваш скепсис, а с другой стороны, как обычно, дьявол кроется в деталях. Порядка 20, возможно, 30 тысяч российских военнослужащих в настоящее время перемещено с разных участков фронта именно на Курское направление, для того, чтобы купировать расширением украинского подзарма на территории этой Российской области. Ведь в принципе, если бы эти российские военнослужащие не были перемещены на территорию Курской области, кто может исключить вариант, что эти силы и средства российским генеральным штабам не были бы перекинуты на Покровское направление? Ведь это направление для противника является приоритетным. И буквально сейчас противник готов бросать в пекло войны на этом участке фронта все имеющиеся у него ресурсы. Что, собственно говоря, он и делает, за исключением тех самых 20-30 тысяч личных составов Российской области, которые в настоящее время действуют на территории Курской области дополнительно к тем ресурсам, которые там находились ранее. Поэтому я думаю, что когда генерал Сырский заявляет, что частично миссия украинской армии на территории Курской области не позволяет россиянам реализовывать весь кейс мероприятий на Покровском направлении, он, собственно говоря, говорит об этом абсолютно ответственно. И основываясь на тех показаниях украинской разведки, которые совершенно четко артикулируют следующее. Противник, понимая, что для него Покровское, равно как и Кураковское направление, является приоритетным, пытается найти все силы и средства для того, чтобы обеспечить всем необходимым эти самые группировки войск. Но ресурсов противника крайне мало, соответственно, он вынужден идти на определенные компромиссы. В том числе, к примеру, используя при наступлении на наши оборонительные рубежи позиции не так активно бронетехнику, потому как физически ему не хватает. В том числе используя те самые пехотные или местные штурмы для того, чтобы достичь определенных результатов. Да, результативность, пусть тактического уровня, но тем не менее у противника есть. Но это достигается путем невероятного уровня потерь российских оккупантов, которые действуют в рамках этих самых местных или пехотных штурмов при поддержке своей авиации и своей артиллерии. Я намеренно включаю скепсис, зная, что Владислав Селезнев мой скепсис разобьет в дребезги. Давайте по Курской области вернемся еще к ситуации на Покровском направлении, на Кураховском, по Курской области. На днях было сообщение, что наступление сил обороны развивается во всех четырех направлениях север, запад, юг от Суджи. Тут еще Глушковский район стоит добавить. Периодически уничтожаемые понтонные переправы россиян через речку Сейм Аптелаудинов с периодичностью в день-два сообщают о стабилизации ситуации, вытеснении сил обороны Украины. Ну, как бы вот тут скепсис очень пригодился бы. Как вы считаете, вот темпы операции сил обороны в Курской области, да, заметно ослабли, нет уже того шока, неожиданности, но рано ли говорить о позиционной войне? Ну, я, с вашего разрешения, начали отрефлексирую на скепсис. Ведь, по моему мнению, кто такой скептик? Скептик – это хорошо проинформированный оптимист. На самом деле, нам крайне важно рационально оценить ситуацию на поле боя, ведь дабы в перспективе не разочаровываться, не следует сегодня очаровываться. Что же касается действий украинской армии на территории Курской области, обратите внимание, крайне скупы сообщения официальных спикеров украинской армии и достаточно разночтивы сообщения российских топ-чиновников и топ-пропавландистов касательно той ситуации, которая происходит на территории Курской области. Безусловно, там происходят достаточно ожесточенные боевые столкновения. Комплект сил и средств украинской армии уже сейчас оттягивает на себя огромное количество вражеских ресурсов. И уже сейчас мы фиксируем следующий факт. Российская армия, российская авиация, в первую очередь, система методично уничтожает свои населенные пункты, уничтожает в рамках ковровых бомбардировок. К этой миссии присоединяются и российские же артиллеристы, которые ведут ковровые бомбардировки и наносят артиллерийские удары по населенным пунктам, где все еще находятся граждане Российской Федерации. О чем это говорит? Россия абсолютно не обращает внимания на так называемые сопутствующие потери. Им важно реализовать ту или иную миссию. А сколько мирного населения, в том числе граждан Российской Федерации, погибнет в результате реализации этих планов? Им абсолютно все равно. А с учетом того, что организованная эвакуация жителей российского пограничения на территории Курской области не была организована и проведена, то, соответственно, фактически Российская Федерация расписывается в собственном бессиле и неспособности качественно организовать мероприятия, в том числе в рамках гражданской обороны. И это, в общем-то, достаточно тревожный сигнал. Эти государства в первую очередь декларируют о том, что она заботится о своих гражданах. Но, как видим, что касаемо кейса Курской области, эта формация совершенно не работает. Что же касается перспективы российско-украинского противостояния на территории Курской области, то тут, как по мне, ответ очевиден. Все будет зависеть от ресурсов. Коль скоро россияне смогут натянуть достаточное количество сил и средств, для того, чтобы заблокировать расширение украинского пандарма на территории Курской области. Коль скоро они будут способны организовать эффективные контрнаступательные действия. Но, как по мне, очевидно, даже на фоне отсутствия такой систематизированной и полноценной информации касательно действий украинской армии на территории Курской области, есть ряд мероприятий, которые по определению должны реализовываться украинской армии. Я уверен, что именно наши воины сейчас этим занимаются. А именно речь идет о создании инженерных фортификаций. Ведь под их прикрытием вести оборонительные бои намного лучше и намного безопаснее для украинских сил обороны. Классика военной науки утверждает, что сторона, которая наступает, это хорошо подготовленные оборонительные рубежи противника. Как правило, они считают потери в 3-5, а то и в 7 раз больше, нежели та сторона, которая обороняется. Поэтому я уверен, что Курская операция – это составляющая действий украинской армии в рамках стратегической обороны. И даже если нам придется проводить маневренную оборону, в любом случае потери российской армии будут катастрофического формата и уровня. Что, собственно говоря, вкладывается в парадигму заявления украинского генерала, генерала Буданова, который утверждает, что на начало октября всего года у российской армии физически закончатся соответствующие силы и средства. Что неудивительно. Ведь де-факто российская армия находится в состоянии наступления, начиная от середины октября минувшего года. Ну, когда-то же у них ресурсы должны будут закончиться. Ну да, и об этом и уровень потерь российской армии свидетельствует, что, ну, чуть ли не каждый день новые рекорды. О чем шла речь в нашем сюжете, что, по некоторым данным, российский генштаб ставит задачу перед своими военными до 1 октября взять Покровск. Учитывая темпы, в кавычках, российской армии под Покровском, учитывая то, что сейчас больше российских штурмов происходит на Кураховском направлении, как вы охарактеризуете ситуацию под Покровском? Есть ли шанс у россиян до 1 октября что-либо исправить? Ох уж эти даты, ох уж эти праздники. 7 октября у Путина очередной день рождения. Я думаю, что российский генералитет хочет преподнести ему такой подарок в виде оккупации Покровского. Насколько реально реализовать эту эмиссию? Тут я достаточно сдержанно буду комментировать эту историю. Почему? Потому как, вновь повторюсь, россияне бросают в пекло войны на этом участке фронта все имеющиеся у них ресурсы. И пусть это ресурсы уже тактического уровня, потому как в бои, как правило, россияне дополнительно направляют отдельные батальоны, в крайнем случае, палки. Причем вот это единичные случаи. То есть, соответственно, мы можем утверждать, что у россиян уже фактически выхолощены их стратегические оперативные резервы, и уже они перешли на уровень тактических резервов, для того, чтобы усиливать давление на украинских военнослужащих на этом участке фронта. Почему я не верю в то, что, скорее всего, россияне не будут способны оккупировать Покровск? Промышленная застройка. Введение боевых действий в городской промышленной застройке является самым сложным видом введения боевых действий. Ну, неудивительно. Любое здание – это долговременная огневая точка, и вести под прикрытием серьезных сооружений, сделанных из стали и бетона, много легче, много эффективнее, нежели вести в боевые действия на открытой местности. Поэтому очевидно, что противник, даже если будет пытаться продвигаться вперед, скорее всего, сопринется с неприемлемым уровнем потерь. Даже сейчас, обратите внимание, минувшая неделя она прошла под знаком того, что российская армия фактически не продвигается вперед в направлении Покровска, хотя там расстояние от передовых штурмов подразделения российской армии до пригородов Покровска составляет менее 10 километров. Но в то же самое время, эту неделю российская армия посвятила тому, чтобы усиливать и укреплять свои фланги. Ведь совершенно очевидно, что до сих пор еще истнует риск того, что украинская армия перейдет в контрнаступление для того, чтобы буквально срезать выступ с теми передовыми штурмовыми подразделениями российской армии, чтобы, взяв их на окружение, либо же заставить их зацеплен, либо же физически уничтожить. В любом случае, мы с вами не должны тешить себя иллюзиями. Именно фактор ресурсов является определяющим. Какими будут объемы военно-технической поддержки украинской армии, в том числе от наших заокеанских партнеров, я надеюсь, мы услышим в ближайшей перспективе. Открывается очередная сессия Генассамблеи ООН, 79-я по счету. Среди участников планируется быть и наш президент. Также запланирована его встреча с американским визави. Надеюсь, что по итогам этой встречи мы услышим добрые новости. Ведь именно фактор ресурсов все еще является предопределяющим. Сегодня в нашем эфире Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ, как раз обозначил основную линию, вокруг которой как раз сейчас и происходят главные, самые ожесточенные бои. Это Селидово, Курахово, Углидар. В чем важность? Мы уже так частично упомянули, что это фланги. В чем важность этой линии? Там достаточно укрепленный район, сеть шахт, Селидово. Насколько это может сдержать противника и насколько это может быть плацдармом для контратак? Что касаемо контратак, я тут достаточно сдержанно буду комментировать по одной простой причине. Факты ресурсов. Сейчас украинская армия действует на пределе своих возможностей, но, собственно говоря, это не новость. Измотана не только украинская армия, измотаны российские оккупационные силы и средства. Поэтому я думаю, что все-таки мы в ближайшей перспективе увидим какую-то оперативную паузу, ведь не российская оккупационная армия не имеет возможности защитить и наращивать свое военное присутствие на определенных участках фронта. И мы действуем на пределе своих возможностей. В любом случае, та ситуация, которая в настоящее время развивается на Поколовском, равно как и на Кураховском направлении, она предопределяет будущее. Будущее осенне-зимне-наступательной кампании. То, что российская армия будет физически вынуждена брать оперативную паузу, как говорится, бабки не ходи. И тут мне больше интересует вопрос, коль скоро Путин и под каким соусом будет объявлять о проведении мероприятий новой волны, частичной, либо же полной мобилизации. Битлевских ресурсов у противника не хватает. Достаточно посмотреть на отчеты украинского генерального штаба в части увеличения маркированного российских потех. Тут уже любые иллюзии будут рассеиваться, словно дым от сильного ветра. В любом так же случае, мы должны сами оценивать фактор сезонности. Впереди осень, соответственно, непогода, соответственно, раскисшие грунтовые дороги, которые будут серьезно ограничивать. Маневренность техники, особенно бронетехники и для движения будут использоваться в основном лишь дороги с твердым асфальтом или бетонным покрытием, которые, в принципе, которые не всегда присутствуют на тех участках фронта, где происходят активные боевые столкновения. Но то, что в восточном направлении все еще является приоритетом для российской армии, это очевидно. Обратите внимание, направление юга нашей страны, направление на севере Харьковской области в последнее время не так часто звучат в сводках от украинского генерального штаба. Интенсивность введения боевых действий именно там значительно сокращена. Владислав, спасибо за ваши комментарии. Владислав Селезнев, военный эксперт, был на связи с нашей студией. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.